ну что ж мы еще раз подключиться это уже третий прямой эфир друзья давайте посмотрим что что у нас тут произошло собственно вот такой макияж у нас получился он с одной стороны достаточно яркий выразительный с другой стороны и плюс цветной с другой стороны он не настолько вызывающий чтобы в нем нельзя было куда-то пойти то есть он реально для вечернего какого-то выхода может воде и в театр и в ресторан на какую-то вечеринку вполне себе носибельный вечерний макияж цветной яркий а какой какой одежды сюда надо подобрать зеленое какое-то платья не обязательно наоборот я бы не стал к этому я же убирать зеленое платье то есть вообще разное надо что-то вообще когда макияж для платья одного цвета это не очень хороший да ты что вот я не стал яш это аксессуар поэтому я желательно такого цвета аксессуары сумочка туфельки сережечки зеленая машина с камочкой допустим зеленого цвета и все это будет тогда очень здорово сочетать а платье допустим какой может быть и красное платье может быть вот красота зеленая нормально на контрасте как раз круто и буду изменить у нас с красным оттенком ну кубы на сейчас секси на это розовый какой-то результате платье такого цвета о сейчас только поснимаю я давай давай друзья подскажите пожалуйста как вам вообще такой видео урок очень очень подробный по визажу вам понравилось пишите мне нужна ваша обратная связь пишите мне в директор пишите игорю обязательно нам нужна ваша обратная связь вот я говорю я не понимаю меня слышит или нет то что микрофон у тебя но тебя это слышно а меня а что нет не слышно или не понравилось вот мне очень нравится красиво давайте вам покажу вот здесь а что прям ну действительно очень подробно мы сегодня все узнали мы сегодня с вами посмотрели я думаю что мы научились чему-то обязательно будем применять у себя на себе присылайте фотографии игорю как у вас получилось выставляйте в stories у себя отмечайте игорь и отмечайте меня мой аккаунт в хр дресса я буду себя выставлять игр будет у себя выставлять потому что но это очень очень важно друзья давайте учиться вместе потому что я допустим очень хочу так научиться все игра на саду зелененько да заиграл очень-очень сыграл макияж очень говорю почему макияж это аксессуар вот горит все понравилось только брови для меня непривычно и для меня непривычно но если вы что не значит плохо на самом да если мы делали все что только привычно то человек развивался внешне не менялся я согласна вспомните когда только черные начались и все таки фу какая гадость черные толстые брови как у непонятно кому а это стремно это ужасно теперь все хотят хотят поэтому я говорю что наоборот когда клиент приходит к мастеру как раз мастер обязан предлагать варианты обычный для клиента то что он вместо сам не сделает конечно чтобы клиент развивался для себя внутренним в своей внешности да то есть это тоже сидит или непривычно непривычно или ты так делаешь века привыкла что я делаю стрелки стрелок нет которые привыкла да то есть такой тушеванный мягкий макияж непривычен такой акцент зеленый на нижнем веке уверен тоже непривычен осветленные немного брови тоже непривычно но тем не менее это нравится то есть все равно она вы в этом себя ощущает комфорта какая красивая поставьте сердечки вики вы за тридцать и вообще звезда очень большой риск когда мы делаем такие предложения увлечься и сделать что-то что клиенту будет неком фантазийное фантазийное это уже перебор но даже обычно вроде как вы казалось бы пенски макияж но с какими-то нюансами которые будут некомфортно клиенту здесь их нужно очень почувствовать клиента почувствовать его внутреннее мир состояние да то есть тот стиль в котором себя клиент позиционирует много очень всяких классов которые нужно учесть чтобы не сделать дискомфорт я сейчас как бы делал но при этом я старался прочувствовать эмоциональное какое-то состояние вики и стиль который она на себе ощущает достаточно комфортно чтобы сделать непривычно но при этом она не ощущала дискомфорт понимаете да я не могу я на нее смотрю и улыбаюсь так красиво это необычно это вот я бы в жизни такой не купила там фиолетовую тушь там вот фиолетовую подводку зеленые что-то а тут оказывается это все так подружилась друг с другом и так смотрится гармонично и друг друга она выигрывает на фоне друг друга на самом деле я предлагаю сейчас смотреть при дневном давай 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 пойдемте то что мы смотрели под лампами пойдемте туда на свет еще раз напоминаю 7 сентября мы встречаемся у игоря все в школе пишите игоря кто приедет я вышла тут обалдеть посмотрите совершенно другой эффект вообще то что будет ли прямой эфир на каре глаза со смуглой кожей лица ну вики как раз достаточно смуглая кожа века какая красивая пожалуйста то как ее будет видеть уже клиенты клиенты собеседники блин но это тоже чтобы поцеловали макияж это чтобы познакомились обратили внимание для поцеловали еще рановато ну очень круто друзья ну вот всем нравится это очень красиво ну вот мы вам показали при дневном макияже при при освещении смотрите как это все даже вот я сейчас отойду да чтоб украли макияж чтобы украли вот елен сашты игоря долго проходить подготовку к конкурсу эх я только на базовую еду а про конкурсы интересно узнать просто очень давно мечтала стать визажистом подготовка к конкурсу вообще обычно к серьезным конкурсом готовится вот полугода до года то есть вообще так долго если прямо то очень серьезные и сложные конкурсы но на самом деле подготовка зависит от выбора того кто тренируется готовится так я хочу на конкурс все хотят на конкурс Игоря все пишите Игорю у вас теперь есть его аккаунт вы теперь знакомы с этой школы потрясающе 7 сентября Игорь же нас приглашает еще раз приглашаю звоните пишите записывайтесь на дни это бесплатно будут мастер-классы будут представители марок наших партнеров кстати промоуток надеюсь ой супер супер вот будут розыгрыши призы подарки так это я люблю приду так пойдемте еще раз посмотрим инстаграм вот смотрите показываем вам а вот здесь социальные сети Игоря да сайт увидели так и еще раз показываю вам школу так как правильно небольшой бардачок к сожалению страшно это нормально как правильно теперь смывать этот макияж этот макияж смывается обычно не буду вообще да смывать то есть обычно мицеллярная вода смоет такое большое количество там туши да все смоется слегка ох друзья ну что ж рекомендация небольшая по сниманию макияжа глаз я думаю для всех это будет полезно надо на ватной диск набрать средства то есть ту же мицеллярку либо то средство которое вы снимаете макияж приложить поддержать то есть не терять сразу а не тереть ага подержать буквально там несколько секунд и только потом снимать то есть косметика нужно дать время раствориться когда снимается все легко и без раздражения а что потом еще накладывать на кожу какой-то крем крем обычно свой если это вечером вы снимаете макияж то соответственно на ночной свой крем а всякие вот эти вот я не знаю скрабирующие средства очищения какое-то это уже по назначению косметолога как у вас то есть в принципе макияж не меняет ничего просто его нужно снять деликатно а вот я слышал такую историю что на от тонального средства будут очень широкие поры ерунда от чего могут поры расширяться из-за того что ты пользуешь от нарушения обмена веществ то есть от внутренних процессов в организме вот косметики ничего не влияет косметика никак косметика сейчас такого уровня производится что она не портит ничего неправильное применение косметики может портить сама по себе косметику ничего не портит отлично ну что же друзья мы заканчиваем 3 3 прямой эфир давайте пересматривать два предыдущих записывайтесь к игорю 7 сентября на клиентский день приезжайте познакомься я тоже приеду все игорь передавай привет всем привет огромное спасибо за эфир с игорем все до новых встреч друзья ура ура пока пока ура